Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень крутого соуса. Это сливово-томатный соус. Получается он очень вкусным, прекрасно подходит к любым видам мяса, особенно к шашлыку. У него очень многогранный вкус, он кисло-сладкий, такой очень вкусный, очень ароматный и реально подходит ко всему. А готовить его абсолютно не сложно, очень просто и я так готовлю уже несколько лет. Это один из любимых соусов. Нам, конечно же, понадобятся помидоры и сливы. Сливы, которые сейчас по сезону, это венгерка или угорка, у кого как они называются, и помидоры у меня тоже называются сливки. На 1 кг помидор нам понадобится по 1 луковице и 1 еще перчик буду использовать. У меня здесь сладкий перец. Кто хочет поострее, пожалуйста, можете использовать еще немножечко какого-то острого перчика. Все по желанию. Овощи все нужно помыть, удалить с помидоров сердцевины, а со слив, собственно, косточки. И разрезаю их вот так вот на 8 частей. Луковицу тоже, вы видели, я произвольными просто размерами порезала. Продукты мы все будем использовать вот так вот целиком. С помидоров кожуру мы не снимаем, в них тоже есть пектины, которые помогут нашему соусу стать еще гуще. Отправляем эти все продукты в кастрюлю, накрываем крышкой, слегка ее приоткрыв, и томим полчаса. Получится вот такая вот красивая у нас масса. Теперь эту массу нужно пюрировать любым удобным для вас способом. Это может быть хоть погружной, хоть стационарный блендер. Также можно пропустить сквозь сито, тем более, если вдруг вы не хотите, чтобы там попадались какие-то семечки или кусочки помидоров, которые у вас не захватит блендер, тоже пропустите массу сквозь сито. Я этого делать не буду, люблю, чтобы мой соус был не совсем однородный. Теперь возвращаем массу обратно на огонь, и сюда будем добавлять специи. К сахару добавляю соль с небольшой такой горочкой, и сюда же пойдут специи. Принципиальными остается горчица, перец, и, собственно, гвоздика, и также корица. С корицей этот соус получается очень-очень вкусным. Я еще люблю этот соус готовить, добавляя туда соевый соус и имбирь. Это, правда, по желанию, как вы хотите, но я добавляю. Все эти специи перемешиваем и вводим в наш соус. Теперь уже крышкой мы его не накрываем, а пускай чуть-чуть испаряется лишняя влага, и соус загустевает. Уже он поварится еще у вас минут 10-20. Смотрите по нужной густоте. Добавляйте уксус, закипел, и можно закатывать по банкам. В стерилизованные банки разливаю соус и закатываю. Оставьте на ночь, я обычно пледом укрываю. И уже на следующий день у вас вот такой вот очень вкусный и очень ароматный соус. Попробуйте на небольшой вот такой порции, и я уверена, что вам понравится, и вы сделаете еще. А с вами, как всегда, был Кекс, друзья. Пробуйте, это очень вкусно. Пока-пока!